Итак, мы продолжаем с вами курс лекций по философии и тема данной лекции – предмет и метод философии. Мы рассмотрим разделы философии – антология, гносиология, антропология, логика, эстетика, этика. И рассмотрим более подробные методы философии. И работать мы будем сегодня со слайдами. И в конце вы получите список вопросов, которые необходимы для самоконтроля. И сейчас предлагаю перейти к слайдам. Итак, предмет и метод философии. Что такое мировоззрение? На предыдущей лекции мы слегка касались этого термина. Итак, мировоззрение – это система ценностей, это то, как человек строит свои отношения в плоскости «я» и «мир», «я» и окружающая меня действительность. И в зависимости от того, какие доминанты присутствуют в мировоззрении, человек выстраивает свою картину мира. Основные сферы мировоззрения – это миропонимание и мироощущение. И островные структурные уровни – это знания, ценности, идеалы и убеждения. То есть это то, что должно формироваться в процессе нашего мировоззрения. Типы мировоззрения, напомню, мифология, религия и философия. Мифология – изначальный тип мировоззрения, и ему присуще чувственное мировосприятие. Я бы сказала, не критическое. Первобытный человек воспринимает мир, не рефлексируя, не критикуя, не анализируя, не подвергая сомнению. И вместе с тем, мировоззрение мифологичное, оно глубоко синкретично. То есть человек находится в одной плоскости с богами. Он человек, звери, растения, боги – это все звенья одной цепи, и это вселенная. И одно вытекает из другого, и невозможно без друг друга. Что касается… Да, и еще одно качество – анимизм. Как раз-таки все в мире мифологичного мировоззрения имеет душу, все живое, и все присутствует в неком диалоге. Религия. Религиозное мировоззрение отличается от мифологичного уже некой трансцендентностью. Бог, который находится в потустороннем мире, да, и человек, который находится в пасюстороннем мире, как бы противопоставляется. Мы сегодня можем говорить о том, что религии бывают мировые и национальные. И мы знаем три мировые религии – буддизм, христианство, ислам. Так вот, религии еще делятся на монотеистические и политоистические. Мона, как известно, – это едино Божие. И сюда мы отнесем иудаизм, христианство, ислам. И политоизм – это наличие множества богов. Но что касается буддизма, то вообще эта религия, многие исследователи называют ее атеистической, поскольку сама функция божества здесь несколько иная, чем в монотеистических религиях. К примеру, если в иудаизме, в христианстве, в исламе Бог имеет качество милосердного, всепрощающего, то в буддизме, к примеру, человек полностью несет ответственности за свои поступки и все имеет причину и следствие. То бишь, в буддизме активно работает закон кармы. Философия же – это рациональное восприятие, это уже рефлексия, это уже операция выводами, доказательствами, это уже создание умозрительных заключений, теорий. Теория, кстати, имеет греческое происхождение, обозначает оно созерцание. Далее. Что касается основного вопроса философии, это как раз отношение сознания к материи, отношение духа к природе, отношение мышления к бытию. Вообще, в зависимости от того, какую позицию выбирает философ, вернее, в зависимости от того, как он отвечает на главный вопрос, то бишь, что первично, сознание или материя, он мыслит вот в рамках одного из направлений. Материализм считает, что материя первична по отношению к сознанию, и материализм, конечно, огромный плюс материализма в том, что он оперирует доказательствами, что он оперирует логикой и фактами. Но материализм довольно слабо объясняет происхождение сознания и довольно слабо может объяснить понятие души, понятие Бога и так далее. Идеализм же противоположен материализму. Он говорит, что сознание первично, и что материя полностью зависит от сознания, и материя не существует независимо от сознания. И если вспомнить эту пресловутую загадку, что было раньше яйцо или курица, то как раз это загадка к вопросу о первичности материи и сознания. Конечно, идеализм имеет свои слабые стороны, это недоказуемость многих положений. И дуализм — это попытка как раз объединить эти два первоначала и точка зрения, согласно которой и материя, и сознание существуют, независимо друг от друга. Так, ну, вопрос о познаваемости мира. Имеет ли человеческий разум границы познания? Приведет ли нас цивилизация к тому, что мы в конце концов сможем ответить на все вопросы? Познаваем ли мир? Так вот, с позиции материализма, материя первична, мы с вами об этом говорили, и сознание как следствие правильно отражает объективный мир. Идеализм, в свою очередь, делится на субъективный идеализм и объективный идеализм. Так вот, согласно субъективному идеализму, сознание есть не отражение объективного мира, а самопознание абсолютного духа. То есть сознание как таковое не отражает объективный мир. объективный идеализм трактует следующим образом. Сознание индивида отражает лишь состояние «я». Ну и еще одна позиция – агностицизм, согласно которому человек никогда не узнает, что лишь, что есть мир на самом деле. Мы можем только судить о мире по своим ощущениям, а ощущения человека очень ограничены. У человека всего пять чувств, и мы говорим о шестом чувстве, о шестом чувстве интуиции. Мы можем только обонять, осизать, видеть, слышать мир, но этого очень мало для того, чтобы узнать мир во всей его полноте. подобно тому, как собаки не видят, видят или могут унюхать какой-то запах на расстоянии, подобно тому, как змеи видят особым зрением живых существ. Чего-то лишен человек. То есть человек, по сути, свои очень ограниченное существо. у него границы его разума очень узки, и он находится в своем познании в неком узком коридоре, за границей которого, подобно тому, как в темной шахте находится шахтер, и на его каске фонарь, который освещает ему лишь узкий коридор. И мы не знаем не только, каков мир, и не узнаем об этом никогда, но и вообще, существует ли он вне нас. Возможно, говорит нам агностицизм, мир образовывается ровно тогда, когда вы направляете вот на него свой фонарь. Далее. Несколько функций философии, на самом деле, гораздо больше. Мы рассмотрим одни из главных, и это мировоззренческая функция, которая обеспечивает человеку его взгляд на мир, которая определяет его отношение к миру, которая трактует ему, рассказывает человеку о свойствах, о законах, по которым нужно строить отношения с миром. Методологическая функция. Мы говорили с вами о том, что философия – это прежде всего метод, и любая наука в своей исследовательской деятельности всегда прибегает к философскому методу. Аксиологическая функция. Функция, основная задача которой – формировать идеалы и ценности. Человек должен иметь в своем мировоззренческом арсенале определенные ценности. Нужно сказать, что в разных культурах ценности разнятся, но есть базовые, которые свойственны каждому человеку. Это милосердие, это гуманность и так далее. И далее структура философии. Мы вкратце поговорим о нескольких разделах. Антология, учение о бытии – это самый первый раздел. Гносеология, учение о познании, о его формах и границах. Вот выше мы говорили о таких понятиях, как агностицизм, субъективный идеализм, объективный идеализм. Этика, наука, которая определяет принципы нравственного поведения. Эстетика, социальная философия, антропология и так далее. Методы философии. Философия оперирует двумя методами. Это диалектика и метафизика. И раньше диалектика – это искусство спора. К ней прибегали софисты. Мы поговорим об этом на теме античной философии. И сегодня диалектика используется в смысле учения о наиболее общих закономерных связях бытия. И основные принципы диалектики – это взаимосвязь всех явлений и это непрерывное развитие мира. Диалектика имеет три закона. Первый гласит о том, что борьба и синтез противоположностей. Второй закон отрицания – отрицание. И третий закон – переход количества в качествах. Но об этом мы поговорим на следующих лекциях. И следующий метод – метафизический. метафизический. И метафизика в древности – то, что было после физики. Дело в том, что физиус, физика в самом начале в Древней Греции обозначала природу. И вот метафизика – это то, что стоит над природой или находится после природы, после физики. И сегодня метафизика – это представление о природе как статичной и неразвивающейся системе с ограниченным количеством движения. Если мы попытаемся разделить или установить типологию философских систем по количеству первоначал, то мы можем говорить о таких понятиях, как монизм и дуализм. Итак, монизм – это первоначало, идеальное или материальное, и монистическим является и последовательный идеализм, и последовательный материализм. Монизм – то есть в основе всего лежит только одно начало. Вот в частности мы говорили – либо материализм, либо идеализм. Если брать античных философов, то каждый из них пытался найти некую одну субстанцию в поиске первоначала. Кстати, древнегреческий материализм называется наивным или стихийным, потому что философы, к примеру, Милецкая школа искали некое одно первоначало. Это может быть вода или огонь. И дуализм. И суть его в том, что два первоначала занимают самостоятельное место и равноценное. Плюрализм – еще одна форма. Плюра – значит множество, то есть три и более первоначала. Далее. Каждая философия характеризуется какими-то своими качествами, отличается от предыдущих эпох. Мы говорили, что… Цитировали Гегеля, его слова о том, что философия – это эпоха, схваченная мыслью. Так вот, если говорить о периодизации, то выделим античную философию или философию древнего мира, затем средневековую философию, когда философия находилась в служении у церкви. Философия эпохи Возрождения, Ренессанс. А что значит Возрождение? Это Возрождение античности, философия нового времени, просвещение, немецкая классическая философия стоит особняком и современная западная философия. После того, как вы познакомитесь с данным материалом, после того, как вы прослушаете первую и вторую лекцию, вам необходимо будет поработать с данными вопросами и семинарские занятия будут проходить по плану, который дан перед вами на данном слайде. Всего хорошего! Первая и вторая лекции, они перекликаются, поэтому во время подготовки к семинару я прошу вас использовать и первую, и вторую лекции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...